Всем привет! Сегодня у нас на обзоре замечательный защищенный телефон Blackview BV5100, а также его аналог это Blackview BV5100, но Pro-версия. И в принципе эти две версии отличаются только наличием сканера штрих-кодов в версии Pro, а в обычной версии на этом месте фонарики, просто обычные фонарики. Ну и что же, продолжим. Давайте осмотрим вначале комплектацию и потом посмотрим, в чем же особен данный телефон и чем хорош. Итак, что же у нас есть в комплектации? В комплектации мы видим кабель подключения телефона к компьютеру, к телефону подключается по USB Type-C, что уже очень даже неплохо. Также здесь есть скрепка открытия лотка разных заглушек, точнее, где у нас заглушки? У нас заглушки это для лотка SIM-карт и довольно-таки удобная вещь, чтобы открывать не ногтями, а вот этой вот удобной вещью. Ну, повторяюсь, но ничего страшного. Итак, здесь есть также блок для зарядки телефона, наушники, которые имеют гарнитуру и по ним можно разговаривать. И еще одна особенность, данные наушники подключаются по USB Type-C, то есть имейте в виду, в самом этом телефоне 3,5-мм разъема под наушники нет. Придется или через переходники наушники подключать, или использовать сразу USB Type-C наушники. Также здесь есть инструкция для пользователя и комплектация на этом заканчивается. Корпус данного телефона в основном произведен из прорезиненного пластика, но также встречаются металлические элементы, как, например, на грани данного телефона. И, в принципе, эта конструкция очень даже крепкая. Давайте заблокируем и попробуем его согнуть. То есть телефон абсолютно не подает никаких скрипов, люфтов и прочих вещей, которые свойственны слабым корпусам. Здесь все действительно собрано на славу и ничего разбиваться или болтаться не будет. И давайте посмотрим, что же здесь есть на гранях. Итак, с левой стороны у нас слот или под две сим-карты, или под сим-карту и карту памяти. Это как захотите, так и будете использовать. А также настраиваемая кнопка. С нижней части два динамика, а также разъем USB Type-C под зарядку. С правой стороны у нас сканер отпечатка пальца, что очень даже хорошо. То есть убезопасит ваши файлы и переписки от лишних глаз. А также клавиша блокировки телефона и две разделенные кнопки громкости. С верхней части только фонарик, довольно-таки яркий. И не забываем, что в Pro-версии данной модели здесь сканер штрих-кодов магазинных обычных, которые на товары наносят. С задней части у нас блок из четырех камер по 16 мегапикселей. Точнее 16 мегапикселей, 8 мегапикселей и 0,3 мегапикселя. И на фронтальной части у нас, кроме самого дисплея, о котором мы сейчас поговорим, здесь есть фронтальная камера еще на 13 мегапикселей. Которая как в обычных селфи довольно-таки неплохие кадры выдает, так и при видеосвязи данной камеры более чем хватает. Дисплей здесь размером в 5,7 дюйма и разрешение здесь 1440 на 720 пикселей. Данный дисплей лишен каких-либо излишеств, по типу скругленных краев или выемки под фронтальную камеру, как в айфонах. Здесь все просто и лаконично, то есть это устройство более утилитарное для работы, для путешествий, что-то такое практичное, которое покупают именно для дела. И с этим данный телефон вполне справляется в паре с тем, что этот телефон защищен по двум стандартам IP68 и IP69K, благодаря которым, конечно же, данному телефону не страшны ни падения, ни погружения под воду, ни пыль, ни что-либо еще. И это очень хорошо. Оперативной памяти в данном телефоне 4 гигабайта, чего вроде как в современном мире мало, но тем не менее вполне хватает. Как вы можете заметить, сейчас в оперативной памяти запущена игра, но тем не менее ничего абсолютно не лагает, не фрезит, не подлагивает, все быстро запускается и работает. В своей памяти здесь 128 гигабайт, а также можно подключить карту памяти еще до 128 гигабайт. Ну и давайте посмотрим, как телефон поведет себя в играх. Посмотрим, как телефон поведет себя в воде. КОНЕЦ Что же можно сказать в итоге про данную модель? Данный телефон будет очень хорош в виде рабочего устройства. То есть здесь все есть для этого. Защищенность, благодаря которой не страшны ни падения, ни вода. Возможность работы с двумя сим-картами. Хороший дисплей, быстрая начинка в виде хорошего восьмиядерного процессора. Вдоволь памяти как своей, так и оперативной. Камеры более-менее неплохие. А также данный телефон умеет работать с двумя сим-картами, что всегда является плюсом. Ну и на этом все. Приобрести данный смартфон вы можете в нашем интернет-маркете Tukom.ua. Подписывайтесь на канал. До следующих видео.